Господа, но в начале в очередной раз уже хотел порекомендовать вам бесплатную доску объявлений Yorbi, причем бесплатно это ключевое слово. Даже если вы юрлицо, даже если вы хотите открыть там собственный магазин, как например Апрувет открыла, разместить там немеренное количество объявлений, все это для вас будет абсолютно бесплатно. Плюс за активность на самом же сайте можете получать баллы, которые можете потом использовать для того, чтобы толкать свое объявление вверх. Так что, что бы вы ни искали и что бы вы ни продавали, попытайте свою удачу на Yorbi, потому что досок объявлений много не бывает, и товар вашей мечты может и купиться, и продаться именно там. Yorbi, все ссылочки я оставлю в описании. Тем временем, господа, для многих, наверное, покажется, что это обычное видео, для меня это копать какое успешное просто видео, я же сижу в уголке ящера в своем доме, о боже мой, как долго я говорю, это все вот сейчас в моей голове крутится, но не важно. Настало время немножко поностальгировать. Если вы помните, было на моем канале первая часть видео, которая называлась «Из блокнота Академик». Однажды я в своем доме нашел блокнотик, в котором были записочки, что и когда я делал примерно 12-15 лет назад. И в том видео я нонсировал, что есть еще дома черный блокнот, потому что в том блокноте не нашлось одно жизнеопределяющее на сегодняшний момент такое подразделение, где я описывал то, что я буду делать спустя 15 лет. И забавно, что это произошло. Итак, недавно заехал к бабуле, очень хорошо заехал, распотрошил холодок, в общем, отличный. Визит такой, бабуля, это всегда знак качества. Пирожки, варенье, все было на уровне. Плюс к этому бабуля мне сказала, что она разбирает шкаф, и там нашелся какой-то мой хлам. Далее нашлась очень интересная вещь. Одна из двух существующих в истории – редчайший лот. То есть здесь изображена или изображена моя первая машина. Именно моя, которую купил я. Изображена она, естественно, в состоянии уже намотанном на другую машину. Копил я в свое время год и два месяца я копил 1100 долларов. Непростые были времена, потому что, помимо этого, еще как бы требовались деньги на какие-то развлечения. А я был молод, мне хотелось, этого хотелось лайков, а мне тогда хотелось просто потусить. И попутно я откладывал на жигу. Купил я восьмерочку, бело-бежевый цвет у нее был в паспорте, 1,3, все по фэншую. И на восьмой день в восьмерочке в левую бочину под красный светофор прилетела девяточка от мажора. Это была новая девяточка, цвет у нее был мурена. Это такой очень был крутой тогда цвет. Она была инжекторная с высокой торпедой. И тогда уже действовала норма ОСАГО. И у этого парня как раз была ОСАГО, у него была страховка. Мне повезло, я за эту машину получил уже бабки тогда по страховке. Причем это был признан ТОТАЛ. И за ТОТАЛ мне выплатили не 1100 долларов, как стоила эта восьмерка, а 700. Ну, вот такие знакомые уже и сегодня всем о приратности судьбы. В общем, это моя первая машина, которую я копил год и два месяца. И прожила она у меня 8 дней, потому что я победитель по жизни. Сказать, что у меня тогда была депрессия, это, наверное, не сказать ничего. Причем, главное, это были те 8 дней, когда ты ее купил, поставил на нее только что новую резину, затонировал в круг, какие-то коврики, мафан купил. И больше этого ничего нет. Я туда еще к этим 700 долларам продал на разборку за 250. Итого всего оказался в минус 300 баксов. А тогда мне это было копить примерно 3 месяца. Вот такая потрясающая история нашлась. Ну, естественно, попутно ко всему этому нашелся блокнот Академика номер 2. Это очень крутая штука. И сейчас вы просто окунетесь в историю того, что же я воротил 15-12 лет назад. Это было очень давно. Но начнем с конца. В конце этого блокнота находится самое интересное. Самое. Это криминал находится в конце. Вот пункт первый. В исковом заявлении сказано... О, хорошо пошло, да? В исковом заявлении сказано, что я отказался добровольно выплачивать, хотя я не отказывался. Понятно, да? Залет. Так, дальше. Требования возмещения ущерба по отчету не соответствуют закону об оценочной деятельности, в которой указано, что должна быть в отчете дата составления и порядковый номер основания для проведения оценочных работ. Короче, я пытался понять, как же мне отбиться в суде от иска. Дела шли не очень хорошо, но если вкратце, выплата моя потерпевшему, которому я причинил ущерб порядка 3000 долларов, и я четко был в этом виноват, составила 0 рублей. То есть вот эта паскуда очкастая съехала с того, что человеку затотали на машину. Да, это была уже моя вторая восьмерка, которую я купил после первой. Я вылетел под уступи дорогу, мне в бочину прилетела машина, там мотор почти ушел в салон, и я за это ничего никому не заплатил. Короче, такая, ребята, раньше знал я способы, как вот так всех прокрутить. Ну, не вот так, короче, мне было страшно, но в итоге... В итоге я был тем самым человеком, который сулил для вас большие неприятности, если вы вдруг решились меня что-то поиметь. Было, но это... Эти истории про банкоматы я уже рассказывал, как вы бомбили этих чепушев. Но это, опять же, было... Короче, это все... Криминальный вестник, надо открыть такую рубрику. Мир криминала от ящера, где я рассказываю, какие у меня сроки давности вышли, и что уже эта условка значения не имеет. В общем, но это, ребят, мы все приличные люди. Я уже давно не такой и даже не собираюсь, честно говоря, туда возвращаться, потому что я не хочу. Потому что, понимаете, есть момент, когда тебе опера обрисовывает, что сейчас конкретно у тебя есть вариант отсюда не выйти ближайшие лет пять. И ты быстро понимаешь, что закон — это вообще классная тема, его надо соблюдать. Вот так все и закончилось, если вкратце. И что условка реально рулит по сравнению с тем, что получили подельники. Это прям... Ну, это у следующих видео. Мне кажется, еще годик выдержат, чтобы уже точно сроки вышли. Короче, неплохо мы так начали блокнот академика, она говорили. Нет-нет-нет, там все четко, ребят, уже не докопаешься. Нет-нет-нет, я туда уже точно не пойду, это решено. Дальше мы откатываемся в самое начало вообще моей деятельности. Это примерно где-то после школи, как это я вот так называю, это еще до тачек. Значит, с чего я начал зарабатывать на тачке? Я, судя по вот этим записям, вот это первые страницы, на них идут первые записи. Я пошел искать работу. Здесь содержатся встречи с возможными работодателями. Здание ПТУ, там такая-то набережная, такая-то улица, такой-то кабинет. Принести на собеседование, взять с собой бумагу, паспорт, что-то военник кто-то от меня требует, разные конторы. Есть вот эта интересная запись, Форд, отдел кадров. Я пытался тогда устроиться продавцом автомобилей в компанию ТДВ Авто. Я не знаю, существует ли она сегодня, но она должна сгореть в аду обязательно. Если они мне сейчас предъявят ТДВ Авто, у меня есть личный мотив ненавидеть компанию ТДВ Авто. В эту компанию я дважды пытался устроиться. А, теперь это просто какие-то, это вообще какой-то не Форд. Короче, ТДВ Авто сгорело в аду. Ну, все правильно. Однажды после школы я пошел к ним устраиваться на собеседование. Мурыжили меня там часа полтора. Причем у меня уже была тачка родительская, 21.03, я на ней ездил. И так меня не взяли, мне сказали, что я не шарю. Хотя тачками я болел прямо, еще со школьной скамьей я болел. Потом, когда я пошел уже заниматься Ютубом, это уже история трехлетней давности. И у меня не было денег, Ютуб их тогда не давал. Я помимо Ютуба еще подрабатывал. Я же работал электриком, там, грузчиком. Ну, пилил видосики и потом работал, потому что нужны бабки. Я снова пошел в ТДВ Авто по старой памяти устроиться еще раз. Уже снимал автообзоры. Уже был опыт механиком. Уже все понимал в тачке, в принципе. Как и сейчас. И опыт был уже космический. Ездил на всем и чем угодно. Пошел снова продавать эти сраные Форды. И меня снова не взяли. Мне сказали, что я что-то по ходу не шарю. Дебилы. Неудивительно, что они закрылись. Вообще неудивительно, что они закрылись. В итоге я дважды в эту контору ТДВ Авто так и не взялся. Ну, неудивительно, что все так плохо кончилось для них. Собственно. Не я в этом виноват, опять же. Дальше. Я ушел устраиваться. А вот это суперплан на день. Понедельник 11.00. Купить газету «Работа для вас». Вот это потрясающая запись. И дальше рассмотреть вакансии. Вот такой, ребята, план. Не лучший план на день, кстати. Никому такого плана, честно говоря, не пожелаю. Запланировать в понедельник покупать газетку с работой. Ну, вот это все не... Это значит, что работки нет. Это значит, что что-то не то. А вот дальше наступает тот самый момент, благодаря которому вы сейчас поймете, что люди на Ютубе в плане автотематики делятся на два типа. Те, кто машинами болеют и делают все для того, чтобы осуществить какие-то свои желания и мечты. И те, кто просто снимают про тачки, им на самом деле на них плевать. То есть есть люди, которые автомобилями дышат, живут. Просто вот переживают. Для которых вот как для Журы Турбо. Это все. Это просто квинтэссенция в принципе жизни. Как для меня V8 на прямом выхлопе. Как для Воротникова реклама Автору. Ну, то есть в этом все. Смысл жизни вообще в этом скрывается. Здесь в 2000 году я ввел записи, которые называются тюнинг АКИ. Я, сидя, без денег, совершая накопление на свою первую восьмерку 1100 долларов, как вы слышали, год и два месяца. У меня было время подумать, как и что я буду тюнинговать. И я и тогда, и по сей день был одержим этой идеей. Как максимально дешево сделать машину, которая будет выделяться из потока. Да, это тренд 2015-2016 года. Я думал об этом в 2000. Простите. Вот к вопросу о том, кто еще плагиатит. Здесь расписан. Как будет тюнинговаться оптика? Как вставлять... Тогда еще не было дневных ходовых огней. Но я уже думал на тему того, как в головной свет впаять диоды. Обычные диоды. Тогда еще вот всего этого Китая не было. Это 2000 год. Ребята, Путин, наш президент, только-только вот это отгремело. Я уже впаивал мысленно диоды в головную оптику АКИ. И я уже впаивал диоды и в задние стопаки. Вот у меня есть вид общего фонаря. Поворотники с трелочками, стопы, противотуманки. Все по-разному здесь распаивается. И лампа накаливания, и диоды. Все в одном пакете. Техническая часть прописана отдельно. Тринадцатые колеса. Шлифованный впускной коллектор. Примоточный глушак. Октан-корректор 4. Октан-4 был такой коррект, который ставится, короче... Ну, короче, это надо было поставить. Кенгурятник. Лесенка на крышу. Запаска сзади, которая вешается на хлопушку. Я читаю свой текст в 2000 году. Твою мать! Я когда читаю вот это... В 2000 году я писал то, что делал в 2016. Это просто разрыв мозга. То есть вы представляете, что для меня проект Аказия. Насколько это... Это просто как ребенок мой. Это то, что с 2000 года сидело у меня в голове. Это для вас трэш-проект. Это для вас просто я купил АКУ, начинаю убивать и делать видосики. Для меня это 15 лет идеи, которая сидела со мной. Со школой, и которой такой чудовищный путь понадобился, чтобы это все реализовать. Вот что такое настоящий автообзорщик, который болеет какими-то мыслями и вынашивает их в себе полжизни. Фактически для того, чтобы однажды снять видосики, на которые вы скажете... Ну, посмотрим, что он там снял за говнецо. А для нас это просто ты горишь в этом всем. Ты в этом живешь, ты этим дышишь, ты в этом вырос, и ты с этим вот пришел к чему-то и показываешь, и даешь это людям. Думаю, кстати, душу свою выкладываешь, сердце вырываешь практически из себя. Все это в видосы и вам в YouTube. Вот что такое настоящая мечта, вот что такое фактически к ней стремление. И ее 15-летняя с запозданием реализация. Потому что я сейчас мыслю так же, как вот эти парни, как и я был таким же в 2000 году, который тысячу баксов копил год и два месяца и думал, как ему выделиться из толпы за совершенно минимальные бабки. И вот эту цель мы и реализовали наконец-то в 16-м году. Для этого потребовалось изучить автомеханику, для этого потребовалось стать автообзорщиком, пройти все это и все-таки получить возможность. Вот это капец. И этот путь только начинается. Мы только продолжаем. Вы не представляете, сколько из того, что вы видите в моих видосах, вот распрятанных где-то вот в таких блокнотах в начале 2000-х, рождалось бессонными уже тогда ночами. И мысли, что однажды у меня будут на это деньги, и я смогу себе позволить сделать АКУ классной. Вот он в чем, ребята, настоящий прикол и смысл жизни. А те бабки, которые мы зарабатываем на Ютубе, это по сути даже не бабки. И они нам не нужны. Ведь с проектов мы не зарабатываем ничего. Они все убыточные, включая Аказию, ЗИЛ. Спонсоры покрывают только стоимость работ и запчастей. Мы себе не берем ни копейки, потому что деньги — это всего лишь свобода делать то, что ты хочешь. И если ты хочешь это сделать 15 лет, даже через 15 лет при нужном желании, если ты не будешь смотреть на деньги и все вбухивать в дело, у тебя это получится. Вот что такое блокнот Академика, вот что такое, мать вашу, мотивация. Все идите работать и зарабатывать, и осуществлять свою мечту. Если получилось у меня, значит может получиться у каждого из вас. Вы поняли? Действуйте. Огромной вам всем удачи и пока.